На мировой арене конькобежного спорта Павел Кулижников еще несколько месяцев назад был новичком. Однако уже на этапах Кубка мира россиянин обратил на себя внимание всех экспертов. Он одержал 10 побед и побил рекорд известного американца Дэна Дженсена. Окончательно Павел оглушил болельщиков своим успехом в Голландии, оставив фаворитов чемпионата далеко позади. Там же молодой спортсмен впервые в истории России занял первое место на самой престижной спринтерской дистанции 500 метров. Подтвердил звание самого быстрого конькобежца Кулижников и в Астане. Там он стал чемпионом мира в спринтерском многоборье. Правда, вкус славы Павел ощутил лишь сейчас. Я пока только закончил, как на неделю, наверное, даже меньшее соревнование еще не особо ощутил, что это как. Ну, вроде так, чувствуется уже потихоньку, так смотрят люди. Конечно, ожидать не мог, но где-то подобное, что-то хотелось добиться, и мы шли к этому. Если бы не в этом сезоне, то в следующем точно бы что-нибудь получилось подобное. В Сочи Павел Кулижников будет отдыхать пять дней. На ближайший месяц его задача – забыть о соревнованиях и тренировках и восстановиться после травмы плеча. Открою маленькую тайну, что Павел 18-14 числа будет прооперирован в Германии. Поэтому сейчас очень будет большой и колоссальный период реабилитации. Поэтому я думаю, что период восстановления тоже займет порядка времени. Поэтому сейчас надо набраться просто положительных эмоций, сил. Положительные эмоции, по мнению властей курорта, подарит своим приездом в Сочи и сам Павел. Для юных спортсменов города он уже успел стать примером. Уверены, что это даст огромный толчок развитию тому центру детских зимних видов спорта, которые в городе Сочи активно развиваются. Сегодня у нас уже 720 детей занимаются зимними видами спорта, 120 детей занимаются шортреком и есть огромный потенциал к дальнейшему развитию. По словам Павла, его единственной нереализованной мечтой остается победа на Олимпиаде. Готовиться к новым соревнованиям спортсмен может начать уже в конце мая. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ